Рио-де-Жанейро Ильф и Петров никогда не были в Бразилии, но город действительно ошеломляет с первой минуты. Горы, море, парящие вместе с птицами парашюты и дельтапланы над набережной Люблон – это районный пляж местных богачей. За ним тянется и Панема, тоже престижный и комфортный. Из-за поворота у мыса Апраадор начинается самая популярная народная пляж Капакабана. Для меня Рио – это еще две футбольные мекки, некогда самый большой стадион в мире Маракана и пляж Капакабана, где начинали Горинчи, Загала, Жорзиньо. Не имена, музыка для футбольного болельщика. А по вечерам – музыка в прямом смысле слова в каждом прибрежном баре. Атмосфера ночных набережных Рио завораживает весельем и раскованностью. Но потанцевав в баре и даже представив себя на самбодроме участницей знаменитого бразильского карнавала, что доступно каждому при наличии нескольких реалов и хорошего воображения. Так вот, проделав все это, я поняла, что для меня Рио прекрасен прежде всего тем, что это город, над которым можно летать. Не только на парашюте или даже на самолете. Это город с неповторимым ошеломительным ландшафтом. И вы не видели Рио, если не посмотрели на него сверху. С горы Каркаваду, где установлена статуя Христа, или с безлеса и действительно похожей на сахарную голову горы Пандиасукар. С обеих вершин головокружительный вид на город, бухту и залив Гуаннабара. Кстати, в XVI веке, приняв его за реку, португальский мореплаватель Гашпар де Лемуш назвал залив и город Январской рекой. По-португальски – Рио-де-Жанейро. Честно говоря, без перевода звучит намного романтичнее. Высота сахарной головы – 400 метров. Думаю, подняться на скалу в лоб – это круто, но не сахар. Так что обычные туристы предпочитают канатку, хотя ей уже более 100 лет. Наверху мы еще раз убедились, что Бразилия – таки да, страна, где много-много диких обезьян. Причем самых разных. Эти называются игрунки. Гора Карковада с португальского горбун еще выше – 710 метров. Высоты и главной славы ей добавила 38-метровая статуя Иисуса Христа в стиле ардеко, воздвигнутая в 1931 году, а в 2007 – неофициально избранная одним из новых семи чудес света. Мы оказались на Карковаду, когда бразильцы отмечали сразу три праздника. День рождения Божьей Матери Поросиды, покровительницы Бразилии, Святой День Детей и День Открытия Америки. Нарядные торты, испеченные по этому случаю, были один красивее другого. О вкусе ничего не скажу, не дождались. Но монумент Христу не столько религиозная святыня, ведь это не храм, а скорее символ веры, единения и надежды. Иногда с вершины Карковаду он передает важные послания бразильцам и всему миру. Таким он был в пасхальные дни 2020 года. Благодарность медикам всех стран, борющимся с коронавирусом. Сверху весьма живописно на фоне серых высоток смотрятся тесно прижатые друг к другу разноцветные хибары. Это еще одна достопримечательность Рио, да и всей Бразилии. Фавелы – попросту трущобы. Чтобы разглядеть этот бразильский феномен, нужно в прямом и переносном смысле спуститься вниз. Фавелы – самостроенно-самозахваченные земли. Такие себе мини-государства, где законы писаны наркоторговцами и ворами. Вода, электричество – все подключено пиратски или гуманными властями. Полиция, если сюда и заходит, то со счетами и в бронежилетах, как это было во время чисток перед чемпионатом мира по футболу или перед Олимпиадой. Местный экстрим – экскурсия по этим кварталам. Правда, сохранны. Наш экскурсовод оказался без автомата. Освой мы забыли дома. Но, возможно, достаточно поселиться в Вершиннабельном Шаратоне, рядом с Фавелами. При таком соседстве частный пляж этой гостиницы, скажем так, уже не совсем частный. Этот бедняга возле оперного театра, видимо, до фавелы не дошел. После латиноамериканского знойка по кабану и колоритных трущоб, респектабельный европейский центр Рио-де-Жанейро стал для меня сюрпризом. Оперный театр – копия Парижской оперы. Рядом здание высшего суда и муниципалитета. В галерее и студии богемного района Санта-Тереза – этакий бразильский монмартр. Европа. Впрочем, все верно. В XVIII веке Рио был столицей объединенной Португало-Бразильской империи. А в XIX – резиденцией Королевского двора. Да и сейчас у трех четвертей населения штата Рио-де-Жанейро – европейские корни. Но есть в центре Рио уникальная достопримечательность, не связанная со Старым Светом. Она создана чилийским художником Хорхе Целароном. После долгих путешествий по всем пяти континентам, сорокалетний художник осел в Рио и поселился здесь, не в самом престижном районе, Лапа, в доме на лестнице. Вскоре он начал облицовывать ее ступеньки и стены разрисованными хроническими плитками. Вот, кстати, его автопортрет. Целарон тратил на керамику все деньги, часто живя в проголодь. Через 10 лет лестница стала известной, и Целарону начали привозить и присылать плитки из разных стран. В 2005 году художник стал почетным гражданином Рио, но так и остался жить в своей маленькой темной комнате на лестнице. Он работал, украшая ее каждый день до своей смерти в 2013 году. Сейчас лестница живет своей жизнью. Здесь 215 ступенек и более 3000 плиток со всего мира, и каждый найдет здесь знакомые пейзажи и названия. Люди здесь часто поют и танцуют, потому что, как верил Хорхес Эларон, у его лестницы есть душа. Раз уж мы заговорили о художниках, то вот еще одна интересная и в чем-то похожая история. В морском порту Рио нас поразили огромные, во всю стену, объемные и невероятно выразительные лица. Оказалось, это самые большие в мире граффити, написанные одним человеком – Эдуардо Кобра. Панно «Этносы» создано для Олимпиады 2016 года и символизирует пять земных континентов, пять Олимпийских колец. Эдуардо начал заниматься стрит-артом в 12 лет в родном Сан-Пауло, где сейчас есть целый квартал сплошь исписанной граффити, а город считается центром на стены живописи. Но тогда, в 80-е, земляки отнеслись к творчеству Эдуардо, мягко говоря, критично. Юного художника задерживала полиция, его даже судили за порчу городского имущества. Но в итоге даже ретрограды признали в Эдуардо Кобра большого и самобытного художника, который мелым кистью и спреем преображает скучные городские улицы. Сейчас он один из самых популярных в мире художников граффити. Его работы украшают дома в Лондоне, Дубае, Москве, Токио. Новый кафедральный собор Святого Себастьяна, покровителя города, в виде пирамиды индейского племени Майя – это еще одна примета современного Рио. Собор построен более 40 лет тому по проекту архитектора Эдгара Фонсека, вдохновленного культурой древней индейской цивилизации. Молиться в этом огромном конусе с витражами высотой в 20-этажный дом могут одновременно 20 тысяч прихожан. Не знаю, насколько это комфортно, но да, грандиозно. Орио. Удивительный город. И все же сложно представить, разочаровался бы Бендер или нет, осуществись его мечта. Ведь у любой мечты есть обыкновение, долетев до цели и складывать крылышки. К тому же Бендер хотел здесь остаться, а это совсем другое дело и другая песня. Нам же предстоят новые странствия. В любом случае, великий комбинатор. Спасибо за мечту!